А ты хочешь в школу ходить? Нет! Как заинтересовать детей, получать новые знания? Сегодня эта проблема особенно актуальна. Дело в том, что с точки зрения интереса, интернет обыгрывает школу с явным преимуществом. Победить соцсети и видеохостинги в битве за детей берется Росатом. В наших городах есть проблема, которая видна на самом деле и на уровне страны. Количество детей, которые интересуются физикой, математикой, химией резко падает. У нас сейчас процент сдающих ЕГЭ по физике в России всего 14%, тут очень мало. За 5 лет упало практически в 2 раза. В наших городах атомных чуть-чуть получше ситуация, но тоже она нас немножко пугает. Потому что чем меньше детей встают в физику, тем меньше детей могут поступить в наши опорные вузы. Увлечь детей естественными и точными науками, зажечь в них интерес к какому-либо делу через общение с людьми, которые уже прошли этот путь, такова цель масштабного проекта школы Росатома, который развивается в атомных городах с 2011 года. В рамках программы проводится подготовка педагогов, актуализируются методики обучения, выделяются деньги на оснащение учебных классов и групп оборудованием, необходимым для игр и учебы. На сегодняшний день 78 школ и 16 детских садов участвуют в проекте. Их количество увеличивается ежегодно. Город Заречный, Свердловская область. Детский сад «Радуга» вошел в сеть дошкольных образовательных организаций школы Росатома в начале прошлого года. Здесь еще не успели освоить выделенные на реконструкцию помещений 2 миллиона рублей, но занятия с детьми уже идут по новым методикам. Поменялось отношение к работе. Ну то есть, если у многих раньше был авторитарный стиль воспитания, так скажем, то сейчас дети делают практически все сами, и мы работаем от инициативы детей. В детском саду трудно говорить о профориентации, а вот начинать воспитание активных, образованных и инициативных людей, на которых в будущем будет опираться и Росатом, и вся страна самое время. Сосновый Бор. Средняя общеобразовательная школа номер 2. А там классу инженерной направленности нет еще и года, но преподаватели и ученики уже оценили нововведение. Тут лучше объясняют, более детально могут объяснить какую-либо тему, что дает тебе больше понимания и осознанности к решению каких-либо задач. Мы говорим о том, что интересно детям, о VR-технологиях, AR-технологиях, что позволяет дать детям не только программу, а расширить их кругозор, дать им то, что было бы полезно и в реальной жизни. Это намного интереснее делать на практикуме, когда это возможность и отдохнуть, и развиваться. Атом-класс позволяет встретиться с людьми, представителями Росатома. Это могут быть и люди, например, работающие на Ленинградской атомной станции, люди из других городов, которые делятся своим опытом, рассказывают о перспективах работы в Росатоме. Также проводятся лекции, различные конкурсы, очень интересные эксперименты. И, в принципе, конечно, интереснее изучать физику и химию, например, с помощью таких конкурсов. Атом-класс – это еще и возможность для развития школы. Единовременно на закупку оборудования и ремонт помещений учебному учреждению выделяется полтора миллиона рублей. В дальнейшем у школы появляется рейтинг, зависящий от включенности в проект. Каждый год подводятся итоги, и вошедшие в первую десятку получают дополнительное финансирование. Замедляет развитие атом-классов еще и кадровая проблема. Кадров очень мало инженерной направленности. В нашей школе в этом году пришел молодой учитель информатики. И, скажем так, этот учитель, который болеет этой работой, ну, как фанат я их так называю. То есть с информатикой можно сказать, что вопрос, грубо говоря, решен, потому что есть этот человек. А если говорить именно о предмете физика, то здесь очень хочется такого тоже активного, молодого, может быть, там, педагога, который бы тоже шел вот именно в направлениях атом-класса. Мы посчитали на 31 город Росатома количество вакансий, не занятых учителями, превышает 700. Это очень большой дефицит. Что мы делаем? Мы сейчас на уровне отрасли приняли ряд решений, которые помогут нам, молодых учителей, в наши города привлечь. С Новосибирским педагогическим университетом, с Московским педагогическим университетом мы разработали программы стажировок, которые позволяют выпускникам педагогических вузов приехать в наши города, посмотреть, как они прекрасны, какие у нас там чудесные дети, и потом трудоустроиться в наши школы. В частности, концерн «Росэнергоатом» инициировал отдельный проект, который привлекает учителей молодых, именно в физике. Помимо того, что они предлагают им работу, жилье, они предлагают еще небольшие подъемные. И таким образом уже несколько учителей трудоустроились в пристанционные города. Значит, с вас три программы и четыре блок-схемы. Что мы еще делаем, чтобы учителя пришли в школы в городах Росатома? Филиалы МИФИ, например, в Снежинске и в Лесном, открыли курсы по подготовке учителей. То есть, казалось бы, инженерный вуз, но готовят педагогов. Город Лесной, Свердловская область. Филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В сентябре прошлого года здесь открыли предуниверситарий, в котором дети углубленно осваивают физику, математику и информационные технологии для того, чтобы как можно раньше познакомиться с инженерными специальностями. У вас это мой первый год, да? Да, да. Учеба здесь. Ну и как оно? Предметы интересные, новые добавлены. К примеру, программирование. А у нас преподаватели университета. Ну, то есть преподаватели вуза, а они же преподаватели в школе, да? Да, абсолютно. Мне очень нравится, что у нас большое количество часов информатики и программирования, так как мне это очень интересно. И за информатикой и программированием будущее. Здесь все более интереснее, получаю больше знаний, которые мне, как я думаю, пригодятся дальше, именно в поступлении и в дальнейшей работе. Планирую учиться, работать здесь. Как бы желания уезжать, как бы такого сильного нет. Сегодня в институте Леснова готовят специалистов по шести направлениям, ежегодно набирая на обучение порядка ста человек. В планах Росатома увеличить педагогические мощности вуза. Мы обсуждаем с губернатором, с областным правительством вопрос расширения количества студентов и специальностей в интересах не только госкорпорации Росатом. У нас большой очень запрос по кадрам, не только по ядерным кадрам, но и в интересах всей промышленности Урала. Хорошо развитые филиалы ведущих вузов в атомных городах – это залог развития как градообразующих предприятий, так и территорий в целом. И, к сожалению, это условие выполняется не везде. Вернемся в Сосновый Бор. Сосновоборский институт ядерной энергетики – единственное высшее учебное заведение в городе. Уровень знаний, которые здесь получают студенты, очень высок, ведь из 23 человек преподавательского состава – 4 доктора наук и 15 кандидатов. Но вот парадокс – сосновоборцев здесь учатся – единицы. Об этом классах студенты первого курса не слышали, а между тем в Сосновом Бору их три. Объясняется этот феномен просто – выпускники атом-классов, получив качественное образование, уезжают поступать в ведущие вузы страны и в своем большинстве остаются жить в крупных мегаполисах. Местный же институт их не привлекает, потому что в нем попросту нет выбора – всего одна специальность. А вот если было бы 10, и после учебы гарантированно трудоустраивали на Ленинградскую атомную станцию, тогда, может быть, и не уезжал никто. Вывод. Вопрос с образованием остается в атомных городах открытым. Возможности и желания его решать есть, но нужно время. Конечно, эта проблема не решится в одночасье, потому что она накоплена годами, но в перспективе шести лет мы видим очень четкие показатели, к которым стремимся, и я очень рада, что стремимся не только мы. К этому стремится все наше сообщество в наших городах вместе с Министерствами просвещения. Например, процент детей, которые сдают ЕГЭ по физике, должно вырасти до 27%. Это очень много. И это очень правильно, потому что эти дети нужны нашей российской экономики для того, чтобы укрепляли технологический суверенитет. Мы хотим, чтобы баланс учителей в наших школах был очень ровный. 30% молодых, 30% очень профессиональных и 30% зрелых учителей. И вот этот баланс позволит как раз и восполнять педагогические кадры и оставлять их очень профессиональными.